Остановившееся мгновение, застывший фрагмент истории. Именно так друзья и коллеги часто характеризуют работы харьковского фотохудожника Владимира Оглоблина. Около трёх десятков его произведений, сделанных во время поездки в Латвию, представлены в галерее современного изобразительного искусства. Свою выставку автор посвящает Риге, городу свободы, гармонии и любви. Последние поездки, они просто оказались, ну, такими, наверное, поданочными. И снова и снова открываешь этот город, Ригу открываешь, Латвию. Ну и понимаешь, насколько мир богат. Для фотографа Рига стала особым городом. Именно здесь, в 1984 году, он получил свою первую награду на международном конкурсе. А через несколько лет здесь же сделал серию портретных работ. Затем был долгий перерыв. Вернулся в Латвию Оглоблин только в 2012. Последний раз побывал в Риге уже в этом году. На открытии выставки много гостей. Среди них посол Латвии в Украине Аргиту Таудзе и ректоры ведущих харьковских вузов. Харьков для многих в Латвии очень любимый город. Я уверена, что это был любимый город сто лет и больше лет назад. Как вы знаете, латыши жили здесь, творили здесь, имели возможность получить образование и развивать науку в Харькове. Посол Латвии, историк по образованию, говорит, сейчас Украина переживает кризис, который переживала и Латвия. И именно культура здесь выступает важным элементом, через который люди могут выразить свои мысли, чувства и обратиться к обществу. Для нас в Латвии происходящий Майдан в Киеве и в других городах Украины – это знаковое событие. Мы переживали с вами и мы радовались вместе с вами. Охарактеризовать ситуацию у нашего соседа, зная, что в соседней стране есть сильная, не очень большая, но общественность, которая не поддерживает ту линию, которую выбрал Кремль сегодня. Выставка продлится до 17 мая. Здесь харьковчане смогут увидеть не только рижскую архитектуру с растиражированным домским собором, но и портреты жителей латвийской столицы. Инна Степанишина, Владимир Борох, Агентство телевидения новости.